В рамках республиканской студенческой весны 15 апреля в IT-парке пройдет крупнейшее мероприятие среди студенчества республики – фестиваль «Интеллектуальная весна». 17 апреля в Казани состоится очередное грандиозное открытие летнего сезона «Вело-лето-2016». В программе праздника – велосипедное шоу от Сергея Бандерова, соревнования по прыжкам на велосипеде в высоту и длину, драг-рейсинг и многое другое. 13 апреля в столице России на ВДНХ состоялось открытие Московского международного салона образования. Выставку посетили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиулин. Они ознакомились с работой стенда «Исламское образование в России» и тем, как на выставке была представлена система исламского образования Республики Татарстан. Центробанк России анонсировал выпуск новых купюр в 2017 году – 200 и 2000 рублей. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, новые банкноты упростят операции с наличными. Окончательную судьбу новых купюр решат на одном из федеральных каналов путем общественных обсуждений и голосований. Сейчас голосование происходит в интернете. На портале Госуслуг Татарстана появилась функция автоплатежей штрафов ГИБДД, оплаты услуг ЖКХ и пополнения школьных карт. Причем оплата штрафов сможет проходить сразу со скидкой в 50%. В КФУ проходит отборочный этап чемпионата Кейс-Ин. В ходе отборочного этапа в течение 10 дней участниками решаются инженерные кейсы и важная роль здесь отводится экономическому обоснованию предлагаемых решений. Мэрия Казани запустила свой канал в популярном мессенджере Телеграм. С сегодняшнего дня все самые важные новости города можно прочитать не только на портале kzn.ru, но и в ежедневном дайджесте. Впервые за всю историю акции тотальный диктант пройдет в море на всемирно известном барке Крузенштерн, который отмечает в этом году свое 90-летие. 14 апреля в КФУ прошла презентация международной сервисной компании Weatherford для студентов Института геологии и нефтегазовых технологий. Будущим геологам рассказали о возможностях компании и о главных сферах ее деятельности. КОНЕЦ